Россия не понимает, где адекватная картинка мира, а где действительно здесь и ПСО. То есть у них уже настолько промыты мозги в этом плане, что именно вот этой двойственностью, когда сегодня говорят одно, завтра говорят другое, послезавтра вообще показывают картинку мира наизнанку. Ну, знаете, это же происходит 25 лет. Тут, мне кажется, и здоровый человек рехнется. 25 лет это происходит. И ведь когда мы с вами говорим о похищенных, например, мы всегда добавляем, что мы не учитываем, например, детей украинских, потому что это совершенно другая история, отдельная история, нужны отдельные специалисты. Но мы же понимаем, зачем похищают детей. Детей похищают, чтобы вырастить из них, вытравить из них украинство, чтобы они стали русскими детьми. Имеют это ровно в русле демографической политики России. Нельзя ЛГБТ, потому что надо рожать. Нельзя Чайлд Фри, потому что надо рожать. Не надо женщинам получать образование, потому что надо рожать. Надо запретить аборты, потому что надо рожать. Надо матерский капитал увеличить, потому что надо рожать. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А тут уже готовые, тут уже рожденные дети, и всё, что надо, заменить им мозги. Посмотрите, Абусменша Львова Белова, Пападье, у неё 16-летний подросток из Мариуполя, она его усыновила. То есть понятно, что она занимается прежде всего подменой ему мозга. А когда это дети двух-трёх лет, младенцы, так там вообще же чистое поле. То же самое происходит и с россиянами. Естественно, происходит с россиянами. И так, в общем, на неокрепший мозг, если 25 лет им рассказывать, что никаких правил человеческого общежития не существует, а они существуют по крайней мере 5 тысяч лет. Законы Хамурапи, Бимля, Коран, Тора, Моральный кодекс строителей коммунизма, они, в общем, все про одно и то же. Про правила человеческого общежития. Не убей, не лжи свидетельствуй, не кради и так далее, и так далее, и так далее. А если россиянам говорить, не-не-не, надо убивать, тебе будет за это конфетка. Вот посмотри, какая конфетка будет, если ты убиваешь. А вот смотри, как хорошо, когда ты крадёшь. Тогда тебя зовут, например, Сечин или Улюкаев. Ой, господи, ты боже мой. Или Миллер, или кто-нибудь ещё. Вот как-нибудь так тебя зовут, хорошо, и ты молодец, ты носитель госнаград, и коррупция – это совершенно прекрасно. И вот Шойгу вполне себе даже жив и здоров до сих пор. Лжи свидетельствуй, ну, конечно, что происходит в судах российских. Очень хорошо. Это 25 лет происходит. И, естественно, неокрепший ещё вполне себе народ, которого нет больших демократических традиций, где по-прежнему вся власть от Бога, а это, между прочим, апостол Павел, письмо к римлянам, всё равно, всё равно, конечно, считает Путина в худшем случае, да, божешним посланником, атакой Богом и царём и кем угодно. И если он так говорит, значит, надо так действовать. Ну, конечно. С детьми, которых украли, которых уже усыновили, что делать, как их вернуть? Потому что количество очень большое украденных украинских детей. Ну, вы знаете, не всех удастся вернуть. Вот это, вот, не то чтобы это нужно принять, это нужно расследовать. То же самое было с детьми, в том числе и восточноевропейскими, в годы Второй мировой войны. То есть есть огромное число людей, которые выросли как немцы, которые о себе знают, а многие не знают, например, что они были взяты из каких-то других семей, но все документы были настолько уничтожены, до такой степени уничтожены, что уже не найти никого. Ровно то же самое происходит и сейчас с украинскими детьми. Скорее всего, дети, которые действительно остались сиротами, их будет очень и очень трудно вернуть. Их действительно, ну, минимум 18 тысяч. Минимум. Мы до сих пор не знаем точного числа похищенных детей. И где можно будет найти их ПДНК, будут искать ПДНК, где можно будет вернуть и будут возвращать. Но это, конечно, самая большая проблема и самое большое последствие войны. Это украинские дети. Причем, как вы понимаете, многие из них уже имеют приемные семьи. Вот какая травма ребенка будет еще несколько раз, если вообще психические последствия войны будут еще долго лукаться в обществе. Очень долго. Продолжение следует...